Казанская Божья Матерь Его творения до сих пор овеяны ореолом таинственности в Театре музыкальной комедии премьера мюзикла «Амадей». Я думаю, что в Барнауле еще не видели никогда такого материала. Налицо ужасные добрые внутри. В Барнауле прошло первенство края по армейскому рукопашному бою. Гораздо чаще дети травмируются на улице, прыгают по горожанам или по грибам. В эфире информационный канал «Город» в студии Антон Киселенко. Здравствуйте! Ее называют самой главной алтайской святыней. Ежегодно к ней из Барнаула в село Коробейниково совершают паломничество сотни верующих. А теперь она приехала в краевую столицу. В Знаменский женский монастырь привезли чудотворную икону Казанской Божьей Матери. Галина Юмашева поклонилась святыне. Попросить о помощи, сказать спасибо, преклониться перед ликами святых верующие приходят постоянно. Но сейчас для прихожан и священнослужителей Барнаула особое время. Святой образ Казанской Божьей Матери с младенцем на руках дарит отчаявшимся возможность быть услышанными. Божья Матерь имеет пред Господом, своим сыном, особые дерзновения молить о человеческом роде. И все, кто просит ее заступничества и предстательства пред Господом, получают это заступничество. История этой иконы поистине удивительна. В дореволюционное время она вместе с другими ликами святых находилась в Богородице Казанском храме села Коробейниково. Пока не пришли безбожные люди. Так называют верующие разрушители церквей. Они бросили образ Божьей Матери и ее сына у входа в зерносклад. Икона была настолько изувечена. Сохранились только очи Богородицы и Господа. И вот тогда Матерь Божья во сне позвала Олюшку и сказала, что у меня топчет. Подними меня. Олюшка темная – это слепая девушка, которая жила недалеко от села Коробейниково. Поскольку она не могла помочь Богородице, на выручку пришли сестра и соседка Олюшки. Женщины забрали истоптанный образ святых из амбара и спрятали его. Спустя годы икона сама восстановилась. С тех пор ее считают чудотворной. Жизненные трудности при ней пришла просить, молить о помощи. Ну, я первый раз к ней обращаюсь. Я думаю, что она мне поможет. Дети мои крещеные, накрещенные в зрелом возрасте. И слабая у них вера в церковь не ходит. Это боль моего сердца, боль моей души. Я очень хочу, чтобы они пришли. Поэтому прошу к святому Богородицу. Приходят люди и к иконе, и к ее спасительнице. Рака Олюшки темной тоже в Барнауле. Под ней прихожане оставляют записочки с мольбами о помощи. Главная алтайская святыня пробудет в краевой столице до 4 декабря. В праздник введения Пресвятой Богородицы во храм она вновь вернется домой. В село Коробейниково. Галина Юмашева, Алексей Фризин, информационный канал «Город». Мужчины-доноры, откликнитесь. Ваша помощь жизненно необходима юной алтайской девочке. Аня Синегубова страдает тяжелым заболеванием и уже несколько месяцев находится под наблюдением врачей-гематолога в краевой детской больнице. Сейчас для продолжения лечения ей срочно требуется кровь на тромбоконцентрат. Стать донорами могут только мужчины старше 20 лет, вес которых не меньше 65 килограммов, с третьей группой крови резус-фактор положительный. Желающие помочь девочке могут обратиться в алтайскую станцию переливания крови по адресу проспект Ленина 197. Кровь нужна желательно побыстрее, потому что они очень низкие анализы, очень низкие показатели. На станции переливания крови исчезли или нет? Помогите мне ребенку. Переходил дорогу, дальше ничего не помню. Очнулся гипс. С начала года, по данным ГИБДД, в Барнауле произошло почти полторы тысячи дорожно-транспортных происшествия. В 150 пострадали дети. Накануне Дня памяти жертв ДТП сотрудники ГИБДД и волонтеры Краевого центра внесли, наветили юных пациентов в отделение травматологии 12-й горбольницы. За ходом акции наблюдал наш корреспондент Алексей Янкин. Смотрел по бокам, машины не было. Я пошел, меня сбила машина. Егору на несколько месяцев придется забыть о школе, а еще о футболе и тренировках по борьбе. Это все то, чем живет школьник. Несколько недель он пролежит на вытяжке в травматологии, затем примерит гипс. Выйдя мальчуган из школы чуть пораньше, в тот роковой день, ничего этого не было бы. Самая большая радость, признается Егор, что жив остался. Я бы хотел пожелать водителям, чтобы они не врезались никуда, не сбивали людей. Ну, и еще, чтобы у них была зимняя шина. В соседней палате лежит Данил. Ему повезло чуть больше. Машина только царапнула подростка. Водитель по какой-то причине не заметил мальчика, идущего в магазин за продуктами. Все обошлось зеленкой и повязками. В авторник Даню уже выписывают. В больнице это скучно. Лучше дома. Дома можно ходить в школу. Там друзья. В краевой столице с начала года в ДТП пострадало 150 детей. Три ребенка получили травмы, несовместимые с жизнью. Коротая время на больничной койке подростки, выжившие в ДТП, рисуют. Рисуют, чтобы навсегда усвоить прописные истины. Переходить дорогу следует строго по пешеходному переходу. И только на зеленый сигнал светофора. 18 ноября – день, когда весь мир вспоминает ЖРДТП. Этой дате сотрудники ГИБДД и волонтеры посвятили акцию «Ладошка помощи». Данная акция у нас, можно сказать, традиционная. Не первый раз мы посещаем это травматологическое отделение. Здесь мы посещаем детей, пострадавших в дорожно-транспортных происшествиях. Проводим с ними в виде игр профилактическую работу по безопасности на дорогах. Хотелось бы, чтобы они побыстрее выздоровели. Чтобы время в больничных стенах текло чуть радостнее, волонтеры подарили ребятам сладкие гостинцы. А чтобы часы и дни проходили с пользой памятки с правилами дорожного движения. А еще светоотражающие смайлики. Выйдя из больницы, дети поместят их на свои ранцы и портфели. Вниманием добровольцы не обошли Егора. Они заглянули в каждую палату. Взрослые еще раз попросили. Дети, соблюдайте правила дорожного движения. Алексей Янкин, Николай Шелко, информационный канал «Город». Представительный КВН-фестиваль и прием прокурора Алтайского края. Далее с подборкой примечательных и полезных мероприятий, которые ожидают жителей Барнаула в ближайшие дни. Алексей Янкин. На очереди наша еженедельная рубрика «Хроники». Большой КВН-фестиваль намечается 20 ноября в Политехе. Здесь договорились встретиться сборная Алтайского края, лучшая команда КВН-техуниверситета на своей волне и чемпионы высшей лиги КВН, дети лейтенанта Шмидта. Такие громкие имена просто требуют прийти на них. КВН-фестиваль посвящен Международному дню студента. Начало 5 вечера. Вход свободный. Ну, КВН будет вечером, а днем в стенах все того же Политеха откроется городская научно-практическая конференция молодых ученых, молодежь Барнаулу. В цифрах это 30 секций и почти 800 докладов ученых-мужей из различных областей науки. Медицины, экологии, юриспруденции и так далее. Самые насыщенные дни форума – среда и четверг. Первые шаги под присмотром корифеев науки здесь совершат продвинутые ученики выпускных классов. Они также выступят с докладами. Накопились вопросы к представителям власти? Тогда следующая новость для вас. Во вторник прокурор Алтайского края Яков Хорошев встречается с гражданами в приемной президента России в Барнауле. Телефон для предварительной записи – 3801-25. Пятница – женский день. 23 ноября край отмечает 25-летие Советов Женщин на Алтае. Торжественный прием представителей женской общественности состоится в администрации нашего региона в 11 утра. Участники приема обсудят перспективы развития женского движения и подведут итоги 25-летия работы женсоветов. Место действия – Большой зал администрации. Алексей Янкин, информационный канал «Город». Его жизнь до сих пор таит в себе множество легенд, а смерть мифов – его музыка овеяна ореолом таинственности. Фигура Моцарта продолжает будоражить воображение многих писателей, поэтов и режиссеров. Свою лепту в историю о гениальном композиторе внес и алтайский режиссер Константин Яковлев. На премьере мюзикла «Амадей» в Театре музыкальной комедии побывала Юлия Филатова. Билеты на все три дня премьеры были распроданы. В роли Моцарта Денис Паньков, Сальери, Виктор Некрасов. А вот тем, кто пришел на последующие показы в выходные, в каком-то смысле повезло. Главную роль играл Константин Яковлев, режиссер спектакля. Но пообщаться с ним в первый день премьеры нам все-таки не удалось. Жанр мюзикла определен как трагикомедия. Но больше в нем, конечно, трагичного, хотя и облаченного в комическую рамку. Вся жизнь великого композитора как чередование того и другого, что и происходило на подмостках. Кстати, имя собственное в названии постановки подчеркивает индивидуальность героя. На сцене великий композитор почти не творил. Его музыка струилась на зрителя уже готовым слаженным потоком со всех сторон. Главное свое произведение «Реквием», как и в неофициальной биографии, гений создавал по заказу самой смерти. Мюзикл вобрал в себя и модернистские образы, и маски, и глубокий психологизм, переданный пластикой. Конечно, музыка здесь самое главное. Опять же, наравне с хореографией, с режиссурой, естественно. Но все-таки приоритет, на мой взгляд, именно за музыкальным материалом. Соответственно, периодом его жизни, соответственно, периодом происходящих событий, которые были в его жизни, которые, естественно, отражались в его творчестве, начиная от самых ранних произведений, заканчивая «Реквием» и «Лакримозом». Я думаю, что в Барнауле еще не видели никогда такого материала. Мы все вместе впрыгнули в иной жанр. Жанр необычный. Смесь современной хореографии с исторически бытовым танцем. Но вы не увидите ни одной позы, ни одного движения с исторически бытового танца. Будет только ощущение. Два часа, два акта – вся история жизни австрийского гения. Вместе с главным героем зрители пережили минуты радости, моменты неудач, взрывы успеха и любовные коллизии. И, конечно, насладились музыкой великого Моцарта. Эмоции противоречивые, разные. Но все-таки преобладает восторг. Очень хорошо. Красивая постановка, неколепные костюмы, интересная интерпретация сюжета. Юлия Филатова, Алексей Фризин, информационный канал «Город». Праздник, который ассоциируется с молодостью, романтикой и весельем, отмечали на этих выходных. Всемирный день студента прошел 17 ноября. Но для студентов каждый день праздник, если это не сессия. Так говорят сами ученики высших учебных заведений. Сегодня мы спрашивали прохожих на улицах краевой столицы, а какие у вас самые яркие воспоминания тех лет? «Жизнь в проголодь. На 12 копеек вдвоем полпорции первого кушали один раз. Было такое. Бутылки пошли сдали, насобирали. Они по 12 копеек стоили. Вот за 12 копеек кушали в столовой». «Наверное, знакомство». «Наверное». «Так, какое знакомство, рассказывайте». «Ну, наше». «Ой, да это, во-первых, молодость, это энергия, это радость жизни. Вот это вот все, пожалуй, все там вспоминается, все очень приятное и веселое». «У меня была учеба, у меня отдыха не было». «Учеба, студенты, друзья, которые остались надолго, с которыми мы с пор дружим, ну и веселое времяпрепровождение». «Мне кажется, это очень здорово, быть студентом и учиться на высшем образовании. Мне кажется, это самый хороший праздник». «А почему, что вам запомнилось?» «Ну, что запомнилось, не знаю, веселые годы студенчества, самые счастливые». Сегодня понедельник, а значит, самое время традиционного интервью. Елена Кузовкина встречалась с человеком, который в прошедшее воскресенье отмечал свой день рождения. Правда, сколько ему лет, никто точно не знает. Даже в интернете на этот вопрос лишь приблизительные ответы. Собеседник моей коллеги, главный зимний волшебник, Дедушка Мороз. В декабре гостеприимно распахнет свои двери резиденция алтайского Деда Мороза. Конечно, она не будет такой масштабной, как у волшебника в Великом Устюге. Тем не менее, теперь и бурнаульские ребятишки смогут лично пообщаться с Дедом Морозом. Вон, собственно, и он, Дед Мороз по имени Яков. Пойдем познакомимся лично. Здравствуйте, Дедушка Мороз. Здравствуйте. Ну, пока в штатском. Разрешите обращаться к вам по имени? Яков. Зовут вас Яков. Вкратце немножечко о себе, мини-биографию. Родился я здесь, в Алтайском крае, в городе Барнауле. Здесь же и вырос, здесь же закончил общеобразовательную среднюю школу. Поступил в Алтайский государственный технический университет. Его закончил. Ну, после чего у меня была такая достаточно бурная трудовая деятельность. Кто по образованию занимаетесь? По образованию я вообще инженер по специальности автомобилей и автомобильных хозяйств. Да, у меня есть второе еще высшее юридическое образование. Собственно, но по данным образованиям я вообще практически не работал. И вот, наверное, уже в это четыре работы в культуре. И, наверное, на протяжении всех этих лет я Дед Мороз. Как так? Почему судьба связала вас с этим сказочным персонажем? Ну, я все-таки считаю, это, наверное, тяга, наверное, или, не знаю, собственно, вера в чудо. Потому что, не знаю, может быть, у меня, как у большинства наших россиян, россиян, ну, год ассоциируется, это вообще с великим чудом, великим праздником, которому очень долго готовятся, которого очень долго ждут. И, наверное, я мечтал как-то какое-то чудо людям дать. И Дед Мороз, мне кажется, связан напрямую с этим чудом. Вот мы находимся на территории будущей резиденции, вашей резиденции. И видим, что стройка идет полным ходом. Уже сумели оценить, какой этап сейчас, как строительство? Ну, строительство в полном разгаре, но я думаю, что в намеченные сроки все это дело завершено. Ага. Ну, дом не очень большой, да, если судить, с размерами сравнивать у Деда Великомустюги, у нас не очень большой. Да, ну, я считаю, он очень такой симпатичный получается. В нем достаточно много чего интересного будет. Планируется тронный зал с елочкой, планируется музей. Вместе с вами ребятишек будет встречать Снегурочка. Вы с ней уже познакомились? Да. Расскажите немножко о ней. Ну, Снегурочка, она у нас прям настоящая, сказочная такая девушка. Ну, прежде всего, наверное, у ней внешность уникальная и хороший голос. Ну, все, что нужно, достаточно. И прежде всего, наверное, доброта ее. Потому что Снегурочка, как и Дед Мороз, это все-таки персонаж очень добрый такой, сказочный. И она все мете качественно у нас обладает. Скажите, а как будет работать резиденция и вообще какие программы праздничные задуманы? Резиденция у нас будет работать каждый день с 10.00 до 20.00. Без выходных мы решили, чтобы праздник у нас продолжался каждый день. В резиденции вообще вот у нас планируется вообще масса всего интересного. Будут различные детские утренники, будут проходить всевозможные творческие вечера, будут зимние забавы, гуляния. Конечно, нужно было бы сохранить интригу, но уж очень хочется увидеть вас в образе. У нас вот тут есть подходящий для вас костюм, может быть, примерите? Да, конечно, примерим. Мой настоящий костюм сейчас шьется. Там он очень богатый, красный. Также специально изготавливаются сапоги. Вообще, как бы, все-все-все. Держите, дедушка. По-другому к вам теперь уже как-то и не солидно обращаться. Я, дедушка, старый, но еще хоть куда. Ну, здравствуйте, мои друзья. Очень рад вас видеть я. Вот и я до вас добрался. Вот немножко и задержался. До Нового года чуть больше месяца. Тем не менее, праздничное настроение наверняка у многих уже присутствует. И хотелось бы от вас какие-то предновогодние пожелания. Ну, прежде всего, я хочу пожелать всем крепкого сибирского здоровья. Чтобы были здоровы, чтобы встретить Новый год с крепким здоровьем и с хорошим настроением. Ну, и, конечно же, много-много-много счастья. Потому что Новый год – это волшебный праздник. Надо встречать его с хорошим настроением. Спасибо большое вам за встречу. Мы пойдем учить новогодние стихи, чтобы прийти к вам и получить подарок. А я напоминаю, это было интервью с Дедом Морозом по имени Яков. О спорте. Сегодня пловчиха Дарья Цветкова выступит в финале чемпионата России на дистанции 50 метров батерфляем. Алтайская спортсменка показала в полуфинальном заплыве второе место – 26,51 секунды. А в это время Ольга Кузюкова вошла в двадцатку сильнейших лыжниц планеты. На соревнованиях в Финляндии проиграла ровно минуту знаменитой полячки Юстинии Ковальчик – чемпионки турнира. Юношеское первенство края по армейскому рукопашному бою собрало в спорткомплексе «Опь» парни только из этой федерации. Остальных не приглашали, потому что бесполезно было бы их участие с точки зрения дальнейшего турнирного продвижения. Ведь успешное выступление здесь вело на Кубок России в Кострому. Растет уровень подготовки бойцов. Особенно это сказывается на младших детях, потому что, начиная заниматься в раннем возрасте, в 10-11 годах, они уже становятся очень профессиональным спортсменом. Можно сказать, что это очень травматичный вид спорта? Вы знаете, нет, на самом деле. То, что вы увидели в первых кадрах, так сказать, это непоказательное событие, скажем так. Гораздо чаще дети травмируются на улицах, прыгая по гаражам и по грибам. Ваших тренеры учат, чтобы они не прыгали нигде? Вы знаете, стараемся. Стараемся, конечно. Потому что основное наше правило – это здоровый образ жизни и правильное поведение. Рукопашный бой динамичен. Поединки заканчиваются раньше отведенного времени. В юношеском разделе это 2 минуты, к полуфиналам 4. Примечательно, что в делении весовых категорий здесь поступили словно по оптичной системе. 50 килограммов, 55, 60, 65, 70. Нет неровных цифр. Как и нестандартных, экзотических намерений заняться рукопашкой. Ну, я смогу любимую девушку защитить. Как-то люганов там. Тебе сколько лет? 13. Есть девушка? Нет. Ну, в будущем будет. Я учусь и одновременно хожу на тренировки. Учишься для кого? Автомеханик. Что круче? Спорт или автомеханик? А тут как бы все для меня равно. То есть, я и то люблю, и это люблю. Настоящий мужчина, да? Конечно. В командном зачете среди военно-спортивных клубов и военно-патриотических первое место у Алькора. Второе – Буревестник. Третье – Вега. Все из Барнаула. Среди спортивных коллективов первое место крепость заняла Заринский клуб. Эфа-Бийск, Фарб-Русовск. Так, немаловажно, что соревнования проводились на средства гранта губернатора краев в сфере молодежной политики. Юрий Борлис, Алексей Фризин, информационный канал «Город». Напоминаем, что мы ждем ваших звонков на мобильный телефон нашей редакции. Если вам удалось снять любопытное видео, и это не обязательно авария или пожар, звоните нам по телефону 693-403. На этот же номер вы можете звонить в случае, если вам срочно необходимо вмешательство корреспондента, чтобы решить ваши проблемы. Мы ждем ваших звонков. Напоминаю, мобильный телефон нашей редакции – 693-403. О погоде. В краевой столице во вторник слабая геомагнитная буря. Ветер западный порывистый. Ночью возможен снег – минус 8-10. А днем преимущественно без осадков – 6-8 ниже нуля. Плодотворной вам недели и до встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова